Здравствуйте, мои дорогие подписчики! У меня для вас очень важная и интересная информация. Рано или поздно каждый сможет попасть в такой ситуации. Пожалуйста, посмотрите видео до конца. Если герметичность системы охлаждения нарушена, щиткость сразу же начинает подтекать. Чаще всего поломку можно определить на глаз. Пятна в двигателе и запах подскажут, в каком месте пропадает антифриз. Но труднодоступных местах протечку трудно обнаружить. Течь – это всегда риск большой проблеме и капитального ремонта. Тот факт, что вы не видите щиткости на земле, не означает, что все работает так, как должно. Причины, по которым вы теряете охлаждающую жидкость, но невозможно обнаружить. Внутренние утечки. Иногда утечки охлаждающей жидкости могут возникать внутри двигателя, без каких-либо видимых внешних признаков. Внутренние утечки могут быть вызваны. Неисправность прокладки ГБЦ. Неисправность прокладки голубкой блока цилиндров может привести к просачиванию охлаждающей жидкости в камеру сгорания или ее смешивания с моторным маслом, что приводит к низкому уровню охлаждающей жидкости без каких-либо видимых внешних утечек. Треснувший блок двигателя. Треснувший блок двигателя может создать канали для выхода охлаждающей жидкости внутрь, что затрудняет обнаружение каких-либо утечек снаружи. Утечка в опускном коллекторе. Некоторые опускные коллекторы имеют водяные рубашки. Если эти водяные рубашки пускного коллектора повреждений, охлаждающая жидкость начинает попадать в камеру сгорания. Возникающие симптомы будут напоминать пробитую прокладку головки блока цилиндров. Проблемы с крышкой радиатора. Проблемы керметичности. Крышка и бачка охлаждающей жидкости или радиатора также могут привести к потере охлаждающей жидкости. Неисправная крышка может не поддерживать должное давление в системе охлаждения, что приведет к потере охлаждающей жидкости из-за испарения или переливания из бачка. Резиновое уплотнение крышки со временем может выйти из строя, позволяя охлаждающей жидкости выходить в виде пара, что снова приводит к падению уровня охлаждающей жидкости. Проблемы с прокачкой системы охлаждения. После доливки охлаждающей жидкости или технического обслуживания, плохое завоздущение в системе охлаждения, может привести к неточным показаниям уровня антифриза. Воздух, попавший в систему, может создать впечатление, что охлаждающей жидкости меньше, чем есть на самом деле. Еще одна причина, по которой охлаждающая жидкость вашего автомобиля исчезает без признаков утечки или перегрева. Заключается в том, что утечка слишком мала, чтобы ее можно было обнаружить. Утечки через точечные отверстия могут привести к потере всего нескольких капель охлаждающей жидкости, чего этого хватает для образования лужи. Когда дело доходит до исчезнования антифриза, найти виновника часто бывает проще. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на дым выхлопных газов при работающем двигателе. Если присутствует чрезмерный белый дым, значит у вас перегрела прокладка головки блоков цилиндров. Проверьте масло. Просто вытащите шуб и посмотрите, повышается ли уровень масла с течением времени. Посмотрите, нет ли в масляном отсеке белая пена. Проверьте свой автомобиль на наличие крошечных утечек в системе охлаждающей жидкости с помощью специального красителя для обнаружения утечек в системе охлаждающей жидкости. При использовании ультрафиолетового света краситель будет хорошо виден, что значительно облегчит выявление утечек. Ну и в конце видео хочу поблагодарить всех, кто досмотрел до конца и просто подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok